Толщина чистового асфальта составит не менее 4 сантиметров. Накануне здесь подготовили поверхность, сняли старое покрытие и уложили черновой слой. Дорогу ремонтируют капитально, старое полотно снимают до основания. Заново отсыпают песчаную подушку толщиной 20 сантиметров. Далее идет утрамбовка, затем будет уложен щебеночный слой. И только после этого приступят к асфальтированию. На данном участке очень плохое основание. То есть, можно сказать, его здесь вообще нет. Асфальт плывет, то есть приходится очень много времени уделять непосредственно подготовке основания, чтобы данная дорога прослужила не один год, и не два, и не три, а как положено. Поэтому единственная самая трудность это с основанием. То есть, почва очень плохая. Всего дорожникам предстоит восстановить почти 5 километров дороги. Ширина составит 7,5 метров. Участок от федеральной трассы до въезда в село Витязева планируют сдать до конца апреля. А уже после этого бригады перейдут в само село. Там основные работы развернутся на Черноморской и других улицах, прилегающих к тренировочной базе. На дорожный ремонт выделено около 140 миллионов из краевого и муниципального бюджетов. Мы как раз включили те улицы, которые еще необходимы, это артерия нашего города, под эти бюджетные деньги, краевого бюджета. Также вот эти дороги выбраны с учетом того, что они ведут именно к тренировочным базам команд, которые будут участвовать в FIFA, которые у нас будут происходить, чемпионат мира в 2018 году. Продолжение следует...